У нас 132-й урок по Мишле, и мы находимся в 16-й главе. Пятое предложение. И Шлом Амелла говорит, мерзость перед Господом всякий высокомерный, можно поручиться, что он не останется, не наказанным. Теперь, как это звучит на Лошон Акодыш, Таават, Гошем, Коль, Гов, Лев, Ят, Ле, Ят, Ло, Ят, Ло, Ян, Аке. Таават – это мерзость, Гошему, Коль, Гов, Лев, любой человек, у которого сердце высокомерное. Ят, Ле, Ят – русский перевод перевел, как можно поручиться, дословно, рука к руке, что он не окажется, не очистится. Говорит Мальбим, по-моему, я в прошлый раз прочитал Мальбим на это предложение по ошибке, но мы начнем, тем не менее, с этого места, говорит Мальбим. Что здесь сказано, что Гам, Шейн, Гошем, Ма, Ниша, Махшава, несмотря на то, что Всевышний не наказывает за Махшаву, то есть за мысли, Валь, Мидо, Дараот, и Всевышний наказывает за плохие качества, До тех пор, пока не вышли это в качестве плодов от действий человека. И также за действие человек не наказывает сразу же, Гошгахами ухэдет, вот немедленный Гошгахой, немедленным влиянием, немедленным наблюдением за человека, но скрывает свое лицо от согрешившего и оставляет его ламикреазман на какое-то время. Но не так, с медой, с качеством, которое называется говолес, с высокомерием, с, я не знаю, я назвал высокомерием, дословный перевод, с сердцем, которое чувствует свою такую вот высоту, Гайве по-нашему. Всевышний с самого начала, то есть человек, который в своих замыслах мыслит себя высокомерным, что это очень высокий уровень Гайве, посредством этого он разрывает какую-то границу всеми стилами своей души и начинает думать про себя, как лев и лаким, как сердце Всевышнего. И посредством этого он не слушает слова Тора и слова учителей, и, не знаю, как это сказать, явор гвулоды мусар, он приступает к границе, установленной мусаром, и это корень того, что он открывает свою голову и перестает соблюдать вообще все и вся, и перестает каким-то образом реагировать на упреки Торы, упреки учителей, то в этом случае говорит Шлома Амеллах, что это Тава и Лашем, это мерзость для Всевышнего, до такого состояния, что его наказывают яд лаяд, имеется в виду, не посредством посредника, а самостоятельно Всевышний наказывает этого человека, яд лаяд, Мальвим переводит, как он перевел по-русски, одну секундочку, он перевел по-русски, можно поручиться, он перевел по-русски, а Мальвим переводит, что рука рукою наказывает Всевышний, то есть собственной рукой наказывает Всевышний, а не через посредника, потому что существуют разные виды наказания, наказания, которые приходят посредством природы, иногда есть такой Роша, который продолжает быть нечестивцем, потому что Всевышний надеется, что он вернется к Тшуве, но не так с человеком, который Гова-Лев, что там нет никакой Тшувы, что он вернется к хорошим путям, поскольку сама Гаева будет мешать ему сделать это, и поэтому Всевышний его наказывает сразу же, то есть слово мият лаяд, можно перевести мият сразу, перевод, и мият лаяд это сразу собственной рукой, и это тот перевод, который дает Мальвим, что Всевышний такого человека наказывает без посредника и наказывает его сразу, почему без посредника Мальвим не объясняет, почему сразу Мальвим объясняет, потому что нет никакого смысла, в отличие от остальных, медот, качеств и так далее, есть смысл подождать, что произойдет, человек, который достиг состояния высокомерия, который называется Гова-Лев, поскольку он сам себе закрыл любые возможности каким-то образом, сделать Шуву и раскаяться, то поэтому нет никакого смысла ждать, поэтому наказание идет сразу, это комментарий Мальвим. Окей, прочитаем Гаон, а потом немножечко обсудим. Гаон говорит, Тавад Гащем Коль Гова-Лев является мерзостью для Всевышнего всякий человек, у которого есть Гова-Лев, Перуш, объяснение, то, что есть у него Га-Авот, у него есть понятие возвышенности, Гаевы, высокомерия, величия, а Филу-Балебо, даже если оно только в сердце, у Гам-Кен Митаев у Мишу-Каслев на Игошем, это тоже делает его неприятным и таким противным перед Всевышним. Но, Ят-Ли-Ят-Ло-И-На-Ке. Один момент. Когда мы читали Мальвима, то мы прочитали Ят-Ли-Ят-Ло-И-На-Ке, то мы прочитали, что это означает, сразу же будет наказан и без посредника. Гаон говорит, что я уже объяснял раньше, я уже объяснял раньше, нам будет обратиться где-нибудь к 14 главе, чтобы увидеть, что именно объяснялось раньше, что Акодыш-Брагу в начале цадикбеколь-драхав, он праведник во всех своих путях, но после этого, когда он наказывает человека, то об этом сказано, что Хасид-Бхольма-Асав, он является благочестивым во всех своих действиях. То есть, что означает, что во время наказания Всевышний раскрывается, как Хасид, благочестивость какая-то. Имеется в виду, Эйна-Ма-Нишк-Пи-Адин-Ва-Йоша, что он не наказывает по суду, и по тому, как надо наказать. Но, Них-Нас-Лиф-Нимиш-Рад-Адин, он ходит Лиф-Нимиш-Рад-Адин, выше того, что требует суд. Но, к человеку, который Гова-Лев, человек, который высокомерный, он ему Ло-Инаке, то есть, он ему Ло-Инаке переводит, не прощает абсолютно. Что имеется в виду? Он его наказывает, яд-Ло-Яд, точно так, как рука этого человека сделала, так с ним поступает. И здесь нету Хасидута, и ему ни Минаким, ни очищается ничего. То есть, он получает строго по суду. Таким образом, давайте подведем итог, а потом будем обсуждать. Комментарий Мальбима говорит, что Всевышний не наказывает за мысли, но человеку, у которого Гова-Лев, он наказывает его за эти мысли. Раз. Два. Человека не наказывают сразу, ему дают какое-то время, лакзор-батшува. Но человеку, у которого есть Гова-Лев, его наказывают сразу, не дают времени для тшувы, поскольку это бесполезная трата времени, все равно не поможет. Это краткий секунд Мальбима. Гаун объясняет, что человеку, у которого есть вот это понятие Гова-Лев и Сакамерия, то к нему относятся не так, как к остальному суду, который ведет Всевышний. Остальной суд, который ведет Всевышний, про него сказано Хасид, Бехоль, Маасаб, что Всевышний является Хасидом во всех своих действиях. Это цитата из Дгили. И в связи с этим он не наказывает Альпидин, и так, как выглядит Йошер, так, как выглядит правильное наказание, а включает в себя атрибут Хасид, то есть делает Лифним и Ширададин. Но человек, который Гова-Лев, у него нету Лифним и Ширададин, и наказанием идет Альпидин. Его наказывают в соответствии с тем, как он сделал, а не как остальных людей, которые наказывают меньше, чем они сделали. То есть, что я хочу подчеркнуть, что Лфим Альбим наказание Гова-Лев высокомерному человеку идет за мысли. За Махшавот он получает наказание, что не так с остальными Аверот, кроме Абойда Зойры. Но человек по Гаону ничего не указывается на то, что этого человека наказывают за мысли. То есть человек, который Гова-Лев, у него есть высокомерие в мыслях, по Гаону не получает за это наказание, по Мальбиму получает наказание. А что тогда меняется по Гаону, если не за мысли, не наказывают ни за остальные Аверот, ни за эту Аверу? Что меняется? Что происходит? Объясняет Гаон, что обычно человека наказывают в соответствии с Медат Хесет. Здесь же Медат Хесет отсутствует. Он наказывает строго Альпидин. Теперь им надо понять, что имеется в виду наказание Альпи-Медат Хесет. И давайте этим займемся. Те, у кого есть книги и хотят посмотреть, надо открыть главу номер 14, что очень тяжело сделать. И в ней надо найти один момент. Что в ней надо найти? Девятнадцатое предложение надо найти, если я не ошибаюсь. Где написано? Так. Шахура им лифней тавим, выращо им аль шаарей цедак. Будут находиться, наклоняться, склоняться, плохие перед хорошими, а нечестивцы будут находиться в шаарей цедак, в воротах праведности. Что такое ворота праведности? Объясняет Гаон, что есть два вида расшоем. Раша, который между человеком и Всевышним, он называется расша, и он попадет перед шаарей цедак. То есть, он будет находиться перед воротами в Ганедан, то есть в Алама-Ба, но не в этом мире. В Алама-Ба он попадет, но в этом мире нет. То есть, в этом мире ему как бы заплатят за его расшаидство, но в Алама-Ба он попадет. И еще, что имеется в виду, что Акодаш-Барагу вначале Эмед, а потом Раф-Хесед. Вначале Всевышний раскрывается в атрибуте истины, потом раскрывается в атрибуте Раф-Хесед. Много Хеседа. Это то, что написано в Торе. Карет, аль-Хецаат, шаббат, что есть наказание карета за то, что ты нарушаешь шаббат, выносишь шаббат и подобные вещи. Но тем не менее, Цадик, Гошем Баколь-Драхав, Всевышний, он праведник во всех своих путях. Потому что все пути Всевышнего это Эмес-Ви-Йошер, это истина и прямой путь. Несмотря на то, что он платит, то есть наказывает, то он не платит, так как требует Дин Мамыш, так как требует закон. Поскольку Всевышний Хасид Бахоль-Маасав, то он включает атрибут Хесед, момент суда и наказание человека. И он не платит Раше Мамыш стопроцентно за то, что он зарашаидствовал, но то, что мы сейчас приводим Ятлы-Ят Лойна-Кера, то есть тот человек, который Раала-Бриот, здесь он немножко из нашего пасука учит не то, что учится в нашем пасуке Пшат, а добавляет. У нас написано, что только высокомерному человеку он платит стопроцентно. А здесь написано, что человек, который делает Раала-Бриот, Блоха для созданий, тоже платится стопроцентно. Но ни тут, ни там Гаон и Мальбим не объясняют, что такое атрибут Хессета во время суда, когда судится человек. На этот вопрос отвечает, чтобы ответить, можно взять Гемора Рожешона, 17-й дав, или взять Рамбома, Галахот Шува, что я сделал Гемора Рожешона, я поленился брать, но там приведено то же самое, что в Рамбоме, вполне Рамбома, там достаточно будет, спасибо. И вот я читаю, Галахот Шува Рамбома, их вообще так неплохо знать, каждый человек, у него есть Схует и Аванот, у него есть заслуги и есть грехи. Человек, у которого больше заслуг, чем грехов, он называется Цадик, человек, у которого грехов больше, чем заслуг, он называется Раша, человек, у которого пополам заслуг и грехов, он называется Бейнани, средний человек. И то же самое со страной, если в какой-то стране больше заслуг у его жителей, чем грехов, то это страна, которая называется Садекит, праведная страна. Если больше грехов, то она называется Рашаид, нечестивая страна. И так же со всем миром целиком. Человек, которого грехи больше, чем Схует, больше, чем заслуги, это речь идет о Рошашоне, но не принципиально сейчас, на самом деле это относится к каждому дню. Человек, у которого больше грехов, чем Схует, чем заслуг, то он сразу же умирает, и он называется Раша, поскольку у него много грехов, больше, чем наоборот. И так же страна, в которой грехов больше, она сразу же приговаривается к исчезновению, как сказано, и приводит посуд, который мы читали совсем недавно, именно вчера, в Торе, что за окат с домом Амора, кираба. Всевышний говорит, услышал я крики из дома Амора, поскольку раба, их много. Что значит много? Много Аванот, больше, чем Схует, поэтому с домом Амора еще несколько городов немножечко были уничтожены, так вот, Абисова. И так же весь мир целиком. Если будет больше Аванот, то сразу же они должны быть истреблены, как сказано. Увидел Всевышний кирабара аль-Арец, это, что много зла на земле, это паршат ноах. Результат мы тоже знаем. Продолжает Рамбов и говорит, шикульзе, эйн алфи миньяна сквёта аанот эл алфи гадлан. Этот расчет, это взвешивание на весах суд, оно не соответствует чисто количеству схует и аванот, заслуг и нарушений, но оно связано не только с количеством, но и с величиной каждого из них. То есть понятно, что есть митсвот более легкий, с меньшими заслугами и с большими заслугами. Аверот тоже есть, больший и меньший аверот. Поэтому, есть схуд, шиикин и гидкам, аванот. Бывает такая заслуга, которая перевешивает или свесит столько же, сколько много преступлений. Как сказано, цитаты я пропускаю, а есть грех, который больше, который весит столько же, сколько несколько схутов, несколько заслуг. Как сказано, еще одна цитата. Веен шаклин элабаратошель кель диет. И это взвешивание производится не на наших весах, а его производят в соответствии с шикулем, с расчетом того, кто называется кель диет. То есть всевышний, который знает вот эти вот диет, знает правильно взвешивать умеет. И это то, что знает, как надо сопоставлять с хуёд и аванот. Каким образом они связаны друг с другом. Окей. Дальше я пропускаю немножечко. И читаю перик гиммл, галоха гей, то, что нам в основном нужно в этом рамбоме. Говорит рамбом. Быша шиша клима ванот адам. В то время, когда взвешивают грехи человека, им с хуёта, вместе с его с хуёд. Эйн михашвин. Не взвешивают, не защитывают. Аллаф изначально. Авон шахатабо. Тот грех, который первый, которым согрешил человек. И не второй грех, который он совершил. Но, начиная с третьего и дальше. То есть, одно из проявлений хесуда во время суда, это то, что первые две аверы, которые сделал человек, они не защитываются, они аннулируются. Начиная с третьей, начинает взвешивать. Им немцааванат мишришивээлахмирубим. Но если с третьего и дальше, у человека больше грехов, чем наоборот, чем, как это сказать, с хуёд, чем заслуг, тогда первые две аверы, которые не защитывались раньше, они присоединяются, и тогда его считаются все вместе. То есть, для того, чтобы сосчитать, кто он, раша или цадик, первые две аверы не засчитываются. Но если он уже засчитан, как раша, то после этого присоединяются, чтобы увидеть его, он из его наказания, первые две аверы возвращаются на весы и участвуют в расчетах. Продолжает Рамбов и говорит, «Если оказывается, что с хуёдки ныгет аванод, что заслуг и грехов у человека одинаково, то есть, тех грехов, которые с третьего и дальше, авона, то «моаверим колеван, а тап решен решен», то с человека забирают все его грехи по одному. Если он становится одинаковое количество, начиная с третьего, аверот и митцвод, у него одинаковое количество, не количество, а качество, одинаковое шикуль, одинаковое взвешивание, то их по одному все аванод прощают. Потому что третья называется первой, поскольку первые две уже прощены, и также четвертая, она становится первой, потому что сразу же прощает третью. То есть, если у человека одинаковое количество, аверот, первые две вообще не засчитываются, третью прощают, и тогда он получается больше цадиксти, чем раша, и, соответственно, начиная с третьего, начинают все прощаться. О чем идет речь про одного человека? Как сказано, то, я не знаю, надо ли нам дальше проходить. Окей. Таким образом, Рамбом здесь, делая секум, валахот шувы, он делает расчет, каким образом Всевышний судит человека. И это по Рамбому, и по, в общем, геморре Рожашона. И это есть пшат того, что говорит Гаон, который говорит о том, что Всевышний, когда судит, судит Аль-Едей посредством атрибута Хеседа, и Хесед участвует в суде. Хесед, Ваимед, мы увидим в следующем пасуке, это больше имеет отношение к следующему пасуку, я забежал вперед, но иначе этот пасуг невозможно понять. И поэтому, когда Всевышний взвешивает, он учитывает вот этот вот Хесед, который есть, но не для всех. И Мальбим, и Гаон говорит, что для человека, который Гова-Лев, этого атрибута Хеседа в суде не участвует. Человек, который страдает болезнью, которая называется Гаева высокомерия, то атрибут Хеседа, атрибут добра не участвует у него в суде. Но по Мальбиму речь идет о том, что Всевышний наказывает за мысли гаевические, высокомерные. По Гагро речь идет то, о чем сейчас говорит Рамбом, что первые две авиарот не засчитываются, если одинаковое количество авиарот, то они снимаются. Все это для человека, у которого нету Гаевой. У человека, у которого есть Гаева, другие авиарот не связаны с его Гаевой, они тем не менее судятся уже строго по закону, один к одному, а не так, чтобы просить первые две, если все одинаково, то простить все остальные. То есть, для человека, который Гавалев, эта Галаха Рамбома не работает, она работает для всех остальных. Окей? Так Гаон учит эту Галаху. Написано это в Мишле. Теперь, следующий пасук немножко более раскрывает всякие моменты, о которых мы говорим, и говорит, милосердием и правдой очищается грех, а страхом перед Всевышним отводится зло. Что это означает? Скорее всего, Рамбом нам не понадобится, поэтому давайте попробуем смотреть, что нам говорит товарищ Мальбин. То есть, хесед это вот это атрибут добра, и имет это истины, будет сделана копора искупления греха. Убей рада шем, а страхом перед Всевышним производится понятие, которое называется сур мира, отойди, отодвинься от зла. Говорит нам Мальбин. Хеседом и иметом будет сделана копора авона, копора греха. Говорит Мальбин. Агам, щегам, миши, гээвэ, бэзадон, даже тот человек, который сделал авиеру, гээвэ, сделал авиеру специально, еш ламар, такона, аль едей, у него, тем не менее, есть исправление этой авиэры. Каким образом? Что он яхес, бэхесед, вэмэ, что он прикоснется и будет держаться за хэсед, за бесконечное добро Всевышнего, и за имет, и за истину. То есть, что имеется ввиду? Как человек может держаться за хэсед и имет? Имеется ввиду уподобить себя Всевышнему этим двум атрибутам хэсед и имет, бесконечного добра и имета, а именно, хэсед, лаосод, гмелут, хасодим, что если человек сделал авиеру, и он делает шву, то если он держится за понятие гмелут, хасодим, оказание добра друг другу, бэнадам, лахавиро, между человеком и своим ближним, шэло, летошлум гмуль, что он это будет делать не для того, чтобы ему заплатили за то добро, которое он делает. Грубо, поможет старушке дорогу перейти. Шэзэ хэсед шелемет, и это хэсед, который называется хэсед шелемет. Бывают два вида хэседа. Хэсед, когда человек делает добро другому с расчетом, что если мне будет плохо, он потом тоже мне сделает хэсед. Грубо говоря, я иду навестить больного, беря в расчет, что если я заболею, он тоже ко мне придет и принесет пол-литра. И в этой ситуации это не называется хэсед шелемет, это называется хэсед. Он водой получает награду за гмелут хасадим, за то, что он оказал другому какой-то хэсед. Но это не дорога хэсед шелемет. Здесь же нам говорится, хэсед шелемет, когда человек делает хэсед, добро, не в расчете на то, что ему заплатит кто-то другой добром, за добро, которое он сделал. Поэтому обычно хэсед шелемет называется в Галахе, в Мусаре, называется тот хэсед, который делает человек по отношению к умершему. Когда он понимает, может быть, ситуация, что Рувен знает, что Шимон помрет, никаких шансов нет у Бедерихтева, он находится в таком состоянии, что видно, что один-два дня осталось, он делает ему, Бекур Халим навещает его, разговаривает с ним, утешает его, чем-то ему помогает, он прекрасно понимает, что ему, Шимон Рувену, уже этим не ответит, поскольку не доживет. Или еще более простая ситуация, когда человек умер и идут на похороны, прекрасно понимает, что тебе, покойничек, тем самым уже не ответит, потому что очень маловероятно, что покойничек придет на похороны, когда тебя будут хоронить, если ты сейчас на его похоронах. Поэтому этот хэсед называется хэсед шелемет, вот объясняет Мальмим, что Шлома Амелла говорит, что хэсед в Эймет имеется в виду хэсед шелемет, то есть хэсед, который истинный хэсед, без расчета на то, что тебе за это заплатят, то такой хэсед, он будет искуплять грех. И также, человек, который будет держаться за меду, за качество, которое называется Эймет, истина, Бэйюн, то есть, хорошо изучая, хорошо понимая, что такое понятие истина, как сказали наши мадрецы, хэсед за гмелут хэседим. Что такое хэсед? Это гмелут хэседим, это оказание добра другому человеку. Эмет за Тора. Эмет это человек, который учит Тору, Тора называется эмет, истинный, Торас эмес, как мы говорим, брахот. И этому человеку, который будет соединять свою жизнь с гмелут хэседим и Торой, с оказанием добра и Торы, этому человеку, иху паравон, будет искупление за грех, который он сделал. И это то, что написано. Имет хапэ равон, байт эли бэзэва хуминха. Всевышний говорит, это начало книги Шмуэля, когда Шмуэль попадает еще ребенком в учеником к Эли, Ганави, к пророку Эли, и у пророка Эли происходят всякие неприятные события, а именно его сыновья согрешили, я не буду сейчас входить, Гемора объясняет, в чем именно состоял грех сыновей Эли, но они были наказаны и было сказано о том, что с помощью жертвоприношений имен уход, то есть хлебных и жертвоприношений животных, говорит Шмуэль, разве с помощью этого будет искуплен грех сыновей Эли? И говорят Гемора, что зэва хуминха эйна мит хапэр, то есть жертва и хлебная жертва не принесет к опоре к искуплению этого греха, но мит хапэр, бе Тора и гмелут хасадим, но тем не менее к опору за этот грех можно получить с помощью Торы и гмелут хасадим и оказания добра. И наказание потомка Мэли было в том, что они будут убирать молодыми, и они в основном умирали молодыми там в районе 40 лет, но Гемора рассказывает про Абая и Рова, которые оба были сыновей Эли, один оба, понятно, хорошо учили Тору, на второй еще отличался какой-то невероятный гмелут хасадим, то есть огромным оказанием помощи другим людям, и он умер на 20 лет позже, 60 с чем-то лет, в то время, как первый умер в возрасте 40 лет, Абая умер раньше, в районе 40 лет, Арова умер в 60 с чем-то лет. И вот Гемора говорит, почему, ведь оба из Бейтели, про Бейтели и скалала, проклятие, что они будут умирать молодыми, и говорит, приводит этот пасук из Мишли, и говорит Гемора, что за эти две вещи, то есть за Тору плюс гмелут хасадим, за это прощается Авера Эли, Бне Эли, но, Эль не согрешил, Бне Эли, я оговорился, но только за Тору и только за гмелут хасадим этого не происходит. Соединение Тора и гмелут хасадим и желание добра, оказание добра другим людям, только вместе эти две вещи приводят к тому, о чем мы сейчас говорим. И продолжает Мальбим и говорит, Бекользе и тем не менее, Тов ютер, лучше, чем Голех Бейрад Ашем, лучше идти по бытиям страха Всевышнего, что посредством страха Всевышнего человек отклонится от зла и не понадобится ему вообще Копора, потому что ни одного греха он не совершит, как сказано, Ашерна Суйпэша, Ашри Адам, Лоих Ашев Гошем. Счастлив человек, который не несет греха и счастлив человек, которого не считает Гошем, что у него есть какой-то грех, который не засчитывает Всевышнего, Всевышний не засчитывает до согрешившего. Таким образом, подведем итоги, как Мальбим учит этот посок. Он говорит, что человек, который согрешил, для того, чтобы Лихапэ Равон, для того, чтобы исправить грех, нужно, ну, понятно, Чува он не называет, но это как бы более или менее понятно, нужно Хэсет Вэймет, то есть нужно Гмелут Хасадим, оказание добра другим людям, либо Гмелут Хасадим Хэсет Шэлемет, Бэймет Гмелут Хасадим, без расчета на то, что тебе за это заплатят, либо Хэсет Вэймет, это Гмелут Хасадим, плюс Эмет, который называется Тора. И приводят Раю и Псуким из Шмэля, доказательство из Шмэля, что Бнеэли, который не получит прощения, и Клала не отменится за жертвоприношение разных видов, но тем не менее их Клала отменяется за соединение Торы и Гмелут Хасадим. Но еще лучше, человек, который вообще не согрешил, который будет постоянно находиться вера Дхашем в боязни Всевышнего, и поэтому никогда не придет в состояние греха. Понятно, что в этом Перушим Альбиме, в этом объяснении Альбима есть некоторое теймо, удивление некоторое, потому что как бы сообщать о том, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, непонятно, зачем об этом говорить. Непонятно, зачем Шлома Амелых должен сообщить, что можно искупить свои грехи с помощью Гмелут Хасадим и Торы, но при этом лучше бы вообще не грешить, а всегда находиться в вера Дхашем. Несмотря на то, что, может быть, Шлома Амелых хочет лаоци Амелев вытащить из сердец людей, которые учат как-то Тору, известную вещь Раби Авагу, который говорит Гемори Брохас, есть Махлок и Самараем, я думаю, что я его приводил, я не помню точно, есть Махлок и Самараем, Раби Авагу от имени Раби Йоханана, которые спорят по поводу того, что выше, Садик, Гамур, 100% праведник или Баальшуа. Потому что первое мнение говорит, что в месте, где стоят Садик, им это Баальшуа не может там приблизиться, второе мнение говорит ровно наоборот, и очень принято всем Баальшуа эту фразу постоянно приводить, для того, чтобы они не было комплекса неполноценностей, не дай бог, что они считали себя самыми высокими, и что мы могли спокойно прийти к предыдущему послуку Мишли, то есть стали Баальгайвами за поводу Тшуа, который они сделали, и уже никогда ничего им не простили. Поэтому всегда Баальшуа говорят о том, что такие, как вы, даже Садиким с вами не могут сравниться, я сам много раз это слышал. Вот, не дай бог, но тем не менее, Рабиавау говорит, что место, где стоит Баальшуа, не может стоять Садик Гамур. Маарша учит этого Рабиавау, что, конечно, не дай бог подумать, говорит Маарша, что Рабиавау имеет в виду, что Баальшуа выше, чем праведник. Понятно, что праведник выше, чем Баальшуа. Просто кого Рабиавау от имени Рабиохана называет Баальшуа, человек, который хотел согрешить, и уже приближался к греху, но в последний момент опомнился, сделал Шуву и не сделал Лавейру. Про такого Баальшуа говорят, что он выше, чем праведник, так объясняет Маарша. Лаумадзе, напротив Маарши, все Микуболем, Рамхаль и все Микуболем учат эту Гемору, я бы сказал, Кипшуто. Они объясняют, что нет. Гемора, когда говорит, что Баальшуа выше, чем праведник, она имеет в виду Баальшуу, который совершил Лавейру, сделал преступление, и он знает вкус Аверы и понимает, как тяжело удержаться, потому что он знает, что Аверы это приятно вкусное в этом мире и так далее. И тем не менее, из-за боязни Всевышнего он отворачивается от Аверот и больше этих Аверот не делает. Так вот, Мальбим здесь идет по Магаллаху, Раби Аваху, по Магарше, а не по Рамхалю, Неми Багуболем и говорит, что человек, который сделал Шуву, и ему и Хупар, ему сделаны копора, сделано полное искупление его грехов, поскольку он прилепился к Тории Гмелуд Хасадим, тем не менее, лучше, чем это, это человек, который боится Всевышнего, поэтому никогда не согрешил. В переводе на язык Геморы цадик значительно выше, чем Баальшуа. Это, так Мальбим учит этот пасук. Вот, теперь Гаон, переходим к Гаону. Гаон пишет, «Бе Хасад, Ве Мет и Хупаравон» «С помощью Хасада и Мета можно искупить грех». Объясняет он, что когда человек хочет возвратиться ко Всевышнему от зла, который он сделал, то нужны две вещи. Первое, сделать Шуву за прошлое. Гаон объясняет пасук Кипшу то, что мы знаем, что для того, чтобы тебе простили Авирот, это Галахот, который приводится в Рамбами, Галахот Шува, нужны две вещи. Первое, Шува за прошлое. Второе, принять на себя на будущее. То есть, Галахот Шува, который пишет о Рамбам, раз уж так, Рамбам у меня на столе, то надо его использовать. Рамбам начинает Галахот Шува, первый, перик, первая глава и первая Галаха пишет. Коль Митцвот Шува в Торе, как Митцвы делай, как Митцвы не делай. Если человек приступил против одного из них, специально или случайно, если он сделает Шува и возвратится от своего греха, то он должен сказать видуи перед Всевышним Бурагу, то есть, сказать, я сделал то-то и то-то. Это называется видуй. Что такое видуи, сейчас, понятно, обсуждать не будет. Как сказано, Мужчина или женщина, которые сделали из всех грехов человека, когда они восстали против Всевышнего, и сделали какую-то авэру, они должны сказать видуй за свой грех, который они сделали, и это видуй дворим. И видуй это Митцва. Дальше он объясняет, как надо ли и твадот. Говорит, я Всевышний, я сделал такой-то и такой грех перед тобой. И сделал я так-то и сяк-то вэгарэй. Нихамти беш убашьте миваса. И вот я переживаю и стесняюсь по поводу моих действий, и вот я никогда больше не вернусь к этому. И это икор видуя. И чем больше человек говорит видуя, тем лучше по этому поводу. Окей. Таким образом, что он здесь говорит, что он должен сказать внутри видуя, понятно, что сказать это значит принять на себя, что он больше не вернется к этой вейре никогда. Возвращаемся к Гаону. Гаон приводит фактически из этого рамба, это тоже гемород, раба ину Йона об этом пишет, и есть гемород. И он приводит гемора в Йоми и говорит, что человек, делающий тшувы, должен сделать две вещи. Первое, сделать раскаяние по поводу того, что он сделал, и второе, принимать на себя, принять на себя на будущее, уйти, отвернуться от этого зла, которое он делает. И вот здесь сказано, говорит Шламамеллах, что про прошлое помогает Хесет и Эмет, то есть Хесет и Эмет, они уведут его от греха. Но Хесет и Эмет объясняет Геон не так, как в Мальбе. Он пишет, на самом деле очень похоже. Он пишет, существуют определенные сигуфим, я даже не знаю, как ограды, наверное, надо сказать, которые сделаны после того, как человек сделал какую-то авейру. Здесь немножко такая сложная ситуация, я не знаю, как мне выбраться из него, но давайте попробуем коллективно. Значит, в Галахот Шуве Машма, что человек, который оставляет грех и делает Шуву по поводу той авейры, которую он сделал, Тикунейт Шува, которая приводится и в Рабейну Йона, и там, и сям, написано, что он сделан, должен оставить грех. И что такое оставить грех? Существуют какие-то сигуфим, какие-то ограды, которые человек должен придумать для себя. Я пытаюсь сейчас понять, как это лучше объяснить. Рамбов в другом месте пишет, кто такой Бальшува Гамур, кто такой стопроцентный Бальшува. Пишет Рамбов, что сейчас Эйзеут Шува Гмура. Что такое стопроцентная Шува? Человек, который привел в прошлом, пришел к какой-то авейры, и эта авейра возможна для него сейчас, и он отделился и не сделал из-за своей Шувы. Не из-за страха и не из-за какой-то другой причины. Например, что он сделал авейру с какой-то женщиной, жил с какой-то женщиной, запрещенной ему. Через какое-то время он остался с ней снова наедине, и он находится в том же состоянии любви к ней, как раньше. У него те же телесные силы в той же стране, где была сделана авейра, и он отделился, естественно, она тоже хочет этой авейры, и он отделился и не сделал этого. Вот это Бальшува Гмура. И это то, что Шлома говорит, что помню твоего создателя в дни своей бахуры, до того, как ты не придешь к днём, который... Короче говоря, если человек по старости лет не в состоянии сделать авейру, и поэтому он её не делает, то это не называется Шува Гмура. Но тем не менее, если человек раскаивается, Шува это называется. Шува это та же самая Шува, как раньше. Но это не Шува Гмура, это более низкая мадрега. И поэтому возникает вопрос, каким образом человек должен себя вести по отношению к разным преступлениям. Робейна Йона, все люди, все, кто пишет на эту тему, говорят, что нужно сделать сигуфим, нужно сделать какие-то ограды, для того, чтобы не прийти к той же самой человек, который знает, что что-то для него скользкая тема, он должен оградить себя от него. Поэтому здесь он говорит, что все ограды, говорит огрок, которые человек должен сделать и делает, они меньше, чем изучение Торы и Гмелут Хасадим. И об этом есть Рая из Гемора в Брохос на Давгей, которая говорит Хасад за Гмелут Хасадим, Эмед за Тойра. И с помощью этих двух вещей будет искуплен грех человека. То есть Хагро пишет, что то, что мы говорим о Гмелут Хасадим и Торе, это не средство для того, чтобы не сделать Авейру в будущем, не оставить грех, не принять на себя, что в будущем я его не сделаю. Это то, что было сделано в прошлом. Первая часть Чува за прошлое. За вторую часть он продолжает и говорит, а за будущее он дает другую Ицу, он дает другой совет. То есть для будущего Гагро не считает, что Шлома Амеллах пишет, что изучение Тора и Гмелут Хасадим это то, что поможет в будущем не сделать, не вернуться к этой Авейре. А что нужно для будущего? Это вторая часть Пасука, которая говорит, Сур-мира, уйди от зла, а именно, чтобы он наполнился боязни Всевышнего, и Всевышний постоянно находился напротив него, и он помнил, что Всевышний ополняет всю землю, и стоит над ним, и смотрит на все действия мигулим, противные, которые он делает, и тогда, как он может не застесняться перед Всевышнего, и приступить через Рацион Всевышнего, и это то, что говорит вторая часть Пасука, Байра Дашем, когда человек наполняется страхом перед Всевышним, то Сур-мира, то он делает то, что он уходит от зла, и тем самым Агро отвечает на ту кушью некоторую трудность, которую я поставил на Мальбима, что Мальбим не очень понятен, зачем говорить о том, что человек, который все время боялся Всевышнего уходил от зла, что это лучше, чем тот, который сделал Аверо и потом делал Тшуу из-за того-то и того-то. Правда, на Мальбима можно ответить другим способом, что это Рабья Вагу, чтобы это ответить на Тану Рабья Вагу, что лучше не делать Аверот, чем делать Аверот и делать Тшуу, но тем не менее Лихойра это не очень понятно. Во всяком случае, Гагро выбирает другой путь комментария и объясняет, что есть два шлава. Первый шлав это человек, которому надо добиться того, что он просит прощения, переживает по поводу того, что произошло. Для этого ему нужно наполнить себя, кроме того, что он Митхарет раскаивается, кроме этого ему нужно наполнить себя Гмут Хасадимом и Торой, то есть Хесад Веймет. И для того, чтобы не прийти к тому, чтобы сделать Аверу дальше, он должен наполнить себя Ират Шамаем, потому что человек, который боится Всевышнего, он не придет к Авере. Это такой короткий комментарий в секунг по Агро. Тут у меня есть вильнюсский гаон, который не в печатном издании, а в Ктафьят в рукописи, который остался, и я хотел бы его зачитать. Он говорит, что на будущее, что тяжело в глазах человека оставить удовольствие от Аверы, несмотря на то, что у него есть страх, но когда у него есть страх перед Гошемом, перед глазами, что он понимает, что Мелых Малхеям Лахим царь царей, Акодыш Барву стоит над ним и видит его действия, то такой человек стопроцентно наверняка будет стесняться его и будет уходить от зла. Как человек, который стесняется делать Аверу перед товарищем, который на него смотрит. Тем более перед царем царей, Акодыш Барву. И это то, что сказано Баират Гошем, Сурмира, что в страхе перед Всевышним человек уходит от зла. И об этом говорит Давид Амелых, и так начинается Шульханорах, когда известное начало Шульханорах, вот меня Рафария спрашивал, нужны ли будут какие-то книги, я, конечно, не подумал. Ну, ладно. Шульханорах начинается словами. это тяжело найти. Шульханорах начинается с того, как человек должен утром вставать. Понятно, что встать утром это тяжелая работа для большей части народонаселения нашей планеты. Особенно для религиозного человечества это особенно тяжело, потому что Ецергора вкалывает Бутинати и говорит Шульханорах, что человек должен встать, не поддаваться лене и быть Геборки и Арье. Он должен быть силен как лев для того, чтобы проснуться утром, вскочить с кровати и Рамо говорит, что он должен при этом делать это все очень скромно, например, переодеваться под одеялом известные места из Шульханорах, которые все знают. И Рамо приводит, почему это должно произойти, потому что сказано «Шевити Ашем ленегди Тавид». Это цитата из Дгильма из 16-го псалма Давида Мелыха и, честно говоря, перевести ее дословно очень тяжело. В Шевите происходит слово «шаве». «Шаве» это дословный перевод. «Кама за шаве» сколько это стоит. «Шаве» это уравнять, представить, наверное, самый лучший перевод. А, у меня же здесь есть Дгильм, который написан на русском, я забыл. Какой это псалом, одну секундочку, это у нас 16-й псалом, предложение номер 8, говорит, представлю Господа перед собой всегда. Это то, что говорит Давид Мелых, что человек должен сделать так, сделать себя равным тому, как будто бы он постоянно ощущает перед собой Всевышнего. Понятно, что Всевышнего ощущать и видеть перед собой нельзя, потому что запрещено представлять себе какую-то картинку Творца. Имеется в виду, что человек должен постоянно ощущать, что Всевышний за ним наблюдает и все его действия фиксируются и известны Творцу. И это тогда человеку будет несколько легче встать рано утром, и это то, с чего Рамо начинает свое дополнение к Шульхануруху, что человек должен постоянно это представлять. И вот здесь Гаон приводит эту цитату и говорит, что когда человек должен наполниться страхом перед Всевышнего и уйти от зла, то это он должен постоянно думать о том, что сказал Папа Шламо, а именно Давида Меллах, что я представляю перед собой постоянно, что я встаю перед Всевышним, я чувствую это, представляю это постоянно, и тогда человек сможет принять на будущее, несмотря на вкус Авейры, и понятно, что Авейры это, как правило, вкусно, несмотря на всякие разговоры о вредности и так далее, Авейры это вкусно, приятно, соблазнительно, иначе бы не было никакой свободы выбора, и человеку не делать Авейрот, достаточно трудно, потому что вкус митсвод у нас отсутствует, мы узнаем вкус митсвод только в Алла-Маба, только в грядущем мире, а вкус Авейрот мы можем попробовать в этом мире, его нормально срабатывает, маем гнувимим току, ворованная вода, она сразу будет более сладкая, чем не ворованная, поэтому для того, чтобы человек мог удержаться от Авейра, ему нужен Ира Шамай, по Мальбиму это нужно, чтобы не сделать Авейру первый раз, Гагро говорит, что это продолжение дшувы, которое делает человек, изначально он уходит от зла, для того, чтобы раскаиваться по поводу того, что он сделал, а потом ему нужно наполниться Ира Шамаем, для того, чтобы не вернуться к этой Авейре, окей, подвели итоги, следующий пасук, пасук, Зайин говорит, седьмой пасук, говорит, если вас Господь благоволит к путям человека, то и врагов его примирит с ним. Ну, вот я бы не так перевел его. Посмотрим, как это звучит на Лошон Акодыш. Берцот Гошем даркеиш гам ой вав и шлеми то. Может быть. Берцот с желанием Всевышнего по поводу путей человека, также враги его будут шлемим вместе с ним. цельным вместе с ним. Попытаемся посмотреть, что объясняет Мальбин. Начнем с него. Мы уже говорили, что желание Тмимей, Дерих, людей, которые убирают путь, который называется Тамим, самую лучшую дорогу по поводу службы Творцу, их желание Лаосик Рацон Мияшем, их желание, чтобы для того, чтобы достигнуть желания перед Всевышним, нужно, чтобы человек был там, Дерих. Он должен быть человек, идущий по дороге который называется Там. Там это простая дорога, простой путь, как и Аков, который назван Иштам Юшефа Галим. Человек простой, сидящий в шатрах. Не мудрствовать, выбирая не весь что и как, а идти по простому пути, указанному Всевышнему. то есть, гайну, шелуи махэль барухо панэйка хица нит, чтобы человек своим, своей, юрюах человека, душа человека не захотела каких-то крайностей, каких-то, хица ним, это, ну, внешне, чего-нибудь экстремального, чего-то внешнего, экстремального, окей. Вальядэйзэ, и поэтому ямот тамид бэтмимут, он должен постоянно находиться в своем простом положении, вас, и тогда всемышлий, ешлим ойвафито. То есть, те внутренние враги, которые есть у человека, что за внутренние враги, которые есть у человека, это, говорит Мальвим, это Тава, циурей Тава, какие-то картины, Таевы, которые человек рисует. Человеку свойственно быть баль Таеву, одному больше, другому меньше. Таева может выражаться в самых разных вещах, кому-то хочется сожрать, извините, покушать что-нибудь вкусненького, некошерненького, или даже кошерного, другому хочется какие-то другие проявления удовольствия от этого мира, разрешенные, запрещенные по-разному. Но Всевышний сделает человека, который пытается быть томим, цельным со Всевышним, что эти картины будут шлемимито, они будут цельны вместе с ним. Картины Тавы, которые рисует его душа, будут цельны вместе с ним. Шилой Алаболебу, а именно, что не придет в сердце человека рисунок, который является Ра, злым, плохим, Клаль, вообще никогда. Шезе Гедрадмимута, это есть понятие Тмимута, что человек исключает из себя определенного вида испытания, поскольку Всевышний сказал, что надо делать так, я не раздумывая, делаю именно так. И посредством этому будет мир с его внутренними врагами, и Всевышний сделает этот мир постепенно, то есть, если человек поведет себя к тому, чтобы он привел себя к миру с Таевой, то есть, с внутренними врагами, то в ответ на это Всевышний приведет его к миру с внешними врагами. И это будет Медак и Негет Меда. То есть, Мальбим считает, что этот послуг учит, что значит быть Тамим. Быть Тамим это значит привести себя к состоянию, когда со своей Таевой и Хемдой, и другими вещами, которые, качествами, которые мы учим в Мишле, Гаева, Каас и так далее, человек начинает бороться и бытмемут простым путем. Раз Всевышний считает, что это не нужно, и я этого не буду, доводит до состояния, когда, возьмем тот пример, который рассказывает нам Мальбим, когда у человека перестает быть в голове, в сердце картины каких-то там видов Таевой, которые его раньше преследовали, то Медак и Негет Меда мера за меру Всевышний уберет от него внешних врагов, и сделает шалом не только с внутренними, но и с внешними врагами. Так же, как он, Машлим и Мгашем, он делает мир со Всевышним, то есть, с врагами нефиш и лакит божественной души, которая есть в каждом человеке, он делает шалом божественной души с этими врагами, а именно, что эти враги перестают воевать, они, он их удаляет из своего сердца. И это, на это есть намек, на то, что написано, ой, ва, ишлим, с врагами будет мир, ши, ишлим, ой, вей, га, шем, им, га, шем, что он сделает, мир врагов Всевышнего с самим Всевышним. То есть, это циурим, который рисует его Ецергора, картинка, которая рисует его Ецергора. И также, сделает Всевышний шалом по сравнению с врагами, по отношению к врагам его тела. И его тело больше не будет находиться в состоянии вражды с какими-то другими людьми. Окей, более или менее понятно. Если кто-то обратил внимание, может быть, для больших знатоков перкеавода, есть Мишнев перкеавод, который говорит, «Сделай его желания своими желаниями», говорит Мишна, для того, чтобы Всевышний сделал твои желания его желаниями. Что имеется в виду? Что когда человек начинает жить по принципу, что все, что меня интересует, все, что я хочу, я хочу только того, что хочет Всевышний, то он добивается результата, что автоматически Всевышний хочет выполнять те желания, которые у него есть. Или ты должен левотель свои желания, аннулировать свои желания перед желанием Творца, и тогда Всевышний аннулирует желания твоих людей перед тобой. Поскольку человек, который аннулирует свои желания перед желанием Всевышнего, автоматически он хочет только того, что хочет Всевышний, то автоматически люди, которые хотят не того, что он хочет по отношению к этому человеку, они хотят, чтобы к этому человеку относились какие-то желания, которые не являются желаниями Творца. И, соответственно, они исчезают, поскольку Всевышний по отношению к этому человеку оставляет только свои желания. Фактически это то, что написано в Мишли. И Перкеавод и Мишли очень часто пересекаются, поскольку Мишли это как бы главная основа мусара, которая написана в Танахе. А Перкеавод это основа мусара, которая написана в Торе Шибальпе. Поэтому, в Двусной Торе. Поэтому, естественно, они дополняют, Перкеавод дополняет Мишли. А Мишли является макором, источником. Но поскольку мы учим не только сами псуким, но учим их комментарии, то, соответственно, мы здесь можем увидеть связь Танаха, Наха с Перкеавод и будем это использовать. Окей. Гаон говорит когда Всевышний будет хотеть в пути человека. И что имеется в виду? Это относится к тому, что было сказано раньше, говорит Гаон. А именно, человек не должен говорить Как я могу вернуться из плохих путей? Есть три вещи, которые мешают сделать шуву. А именно Ецер, Тенок, Ваиша. Ецер гора, ребенок и Иша. Что имеется в виду? Иша это женщина, жена, женщина. Что имеется в виду? Гайну. Ецер гора. Что такое Ецер гора? Он, Микотре, Калайлы, Мала. Он все время нападает на меня сверху. Как я могу вернуться? Тенок. Это то, что когда человек рождается, он рождается без Ецер готов. Ецер готов входит в него в возрасте бар-бат-митсвы, 12-13 лет. А до этого времени он живет исключительно с Ецер горой. И поэтому Ецер гора входит в человек обычно во время родов, когда он рождается. Как сказано бы, пета-хата-сровец при выходе находится грех, и человек в момент родов уже получает Ецер гору. Ецер готов возникает у него, входит в него вместе со знаниями, на самом деле входит постепенно, и нормально формулируется поход Ецер более или менее в 13 лет, еще больше в 20 лет. До этого Ецер готов работает очень мало, так вот, совсем мало. Но начинает каким-то образом, когда ребенок учится говорить, когда входит дат, то появляется какое-то понятие Ецер готов. Но в основном до 13 лет ребенок находится под шлетой под управлением Ецер гора. И, как мы учили в той же книге Мишли, которую мы учим сейчас, человек, который привыкает к каким-то медот, то эти медот становятся эти качества, становится привычка вторая натура. И поэтому человек к возрасту взрослости уже превращается более или менее в законченного мерзавца. Некоторые такими остаются. Так вот, задает вопрос человек, я привык к этим отрицательным вещам, к Ецер горе, еще фактически, когда был теноком, и в переводе на другой язык, животная душа, за которой я шел постоянно, я привык к ней. Как я теперь могу уйти от авиарот, к которым я привык, хотя я привык к ним с молодостью. Третье, что мешает сделать шува, это ишара, плохая жена дословно. Потому что животная душа, она тоже называется душой, душа, женой. Душа всегда называется женой в определенной терминологии. Причем, жены бывают две, всегда есть две. Это божественная душа и животная душа. Так вот, животная душа, она тоже называется женой. И когда человек привык идти по лухими путями, она называется ишараа, она называется плохая жена. И это то, о чем сказано. И об этом сказано, что не надо бояться этих трех вещей, Шла Муамелла говорит, потому что все пути человека, они связаны с желаниями Всевышнего. Потому что даже с врагами твоими, я тоже сделаю тебе шалом, сделаю мир. Сказано также с врагами. Это ишара, речь идет о вот этой животной душе, плохой жене, которая самая трудная из всех них. Потому что она его соблазняет в этом мире и из этого мира и из мира грядущего. Она убирает человека и из мира этого, и из мира грядущего. Поэтому это такая самая тяжелая часть животной души, которая есть у человека. И это то, о чем говорил Шла Муамеллах в другом своем произведении, в кавычках, называется Кагелет, или по-русски не будем по-русски. И там Шла Муамеллах говорит, что ишараа кашам и кулам. Что он перечисляет зло, которое бывает и говорит, что ишараа она плохая жена, она самая тяжелая из них. И это не имеется в виду, что человек женился на стерве. Речь идет о нефиш бхемид человека, его животной души, которая есть. И эта животная душа, она называется ишараа, и она самая тяжелая. И здесь говорит нам Шла Мамеллах, что человек, который идет, ищет пути Чувы и делает так, чтобы представлять перед собой Всевышнего постоянно, как говорит прошлый послух, то Всевышний говорит, что он сделает ему, я извиняюсь за избитую фразу, шоломбайт. Он сделает ему мир в доме с этой ишараа, с его плохой женой, то есть с нефиш бхема, и он приведет это к шоломбайту такого состояния, что от нее не будет зла. Айвай, враги, это микатрегим, это те, которые начинают обвинять человека, и это обвинять, это не только обвинять, но и соблазнять, направлять его в сторону зла. И это и есть та самая животная душа, как уже объясняли в разных местах, так ты должен не бояться этих своих врагов, как сказано в книге Берешит, лех леха, келахмейнухэм, это хлеб для тебя, наоборот, с ее помощью она является питанием для тебя, с помощью которого ты сможешь пройти и так далее. И это на самом деле то, о чем сказано, я недавно с одним человеком обсуждал, недавно, это вчера, но я не совсем понял вечером, о чем шел разговор, что есть гемора, которая говорит, Медраш на самом деле, которая говорит о том, что человек, у которого есть плохая жена, он не попадет в гейном. Речь идет о том, пшат я сейчас не буду говорить, о чем говорит Гагро, о чем говорит этот пасук, он говорит о том, что человек, которого нефиш бремит, его тянет и соблазняет его, если он смог ей противостоять, и это становится его лехомом, это становится его хлебом, то есть, благодаря ей он не попадет в гейном, благодаря этой цергорес, которой он справится, он сможет справиться с гейномом. Таким образом, Гаон идет совершенно по другому пути, нежели Мальбим, объясняя этот пасук. Он говорит о том, что даркей иш, пути человека, они идут на основании того, чего хочет Всевышний. И человек, который подчинил себя воле Всевышнего, я ввожу сюда немножко Мальбима, и хочет того, что хочет Всевышнего, у него уже начинается как-то ему легче жить, и он может справиться с этим. Говорит Гаон, что есть три вещи, которые мешают человеку выполнять волю Творца. Эти три вещи, это Ецаргара, которые приводят самые разные картинки, первое, второе, это то, что человек с самого начала, с детства, привык выполнять Аверот и не делать Митсвот, потому что он был под полным управлением Ецаргары, и третье, это Нефиш Бжиемид, животная душа, которая является одной из душ, которая наполняет человека, и она вся основана на инстинктах, которые пожрать, поспать и так далее, то есть вся, которая тянет в общем козлу этого мира, вместо того, чтобы тянуть Каламаба. И человеку очень тяжело с этими тремя справиться, тяжелее всего, привычки как-то можно выбить из себя и так далее, но, животная душа, то есть те медот, те качества стремления Каламазе, которые заложены в него от рождения, не те, к которым он привык, потому что его ничего не задерживало, а те, которые вложены в него в момент, когда он рождается. И с этими вещами бороться очень тяжело, и здесь сказано, что все это исходит от Всевышнего, и у человека есть сила справиться с ними, со всеми, и более того, они все являются тем, что дашь тому источник попадания в Каламаба, потому что с этими врагами Всевышний наведет тебе шалум, и этот шалумбайт, который возникнет, понятно, что с помощью твоих усилий, и это дашмайя, который пошлет Всевышний, приведет тебя к состоянию, которое называется ойлом габа. Окей, всего доброго, до следующей встречи.